Уважаемые дамы и господа, мы начинаем совместную церемонию подписания документов, в которой состоится пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств России и Узбекистана. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдул-Азиз Хафизович Камилов подписывают программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2018-2019 годы. Уважаемые дамы и господа, мы провели переговоры, которые, как всегда, были дружественными, доверительными, как и положены между друзьями, союзниками, стратегическими партнерами. Мы дали высокую оценку уровню наших отношений, которые развиваются на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами Путиным и Мерзьёевым. И, в частности, мы рассмотрели, как реализуются те вопросы, которые были согласованы президентами в апреле прошлого года в ходе государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию. Мы констатировали солидный рост товарооборота в прошлом году почти на 35%. Приближается он к 4 миллиардам долларов. Динамично развивается диалог и координация между Министерствами иностранных дел как в рамках наших двусторонних связей, так и на многосторонних площадках, включая ООН, СНГ, Шанхайскую Организацию Сотрудничества, и работаем мы в этих структурах на основе совпадений или близости подходов к ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня. Мы признатели нашим узбекским друзьям за традиционную поддержку российских приоритетов в ООН, включая проблематику международной информационной безопасности, меры транспарентности укрепления доверия в космосе, недопустимость героизации нацизма и целый ряд других инициатив, которые мы вместе с Узбекистаном поддерживаем и продвигаем. В свою очередь мы всегда поддерживаем те идеи, которые Афганистан, которые Узбекистан предлагает международному сообществу. Одна из таких инициатив – это предстоящая в марте международная конференция по Афганистану под названием «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». Инициатива проведения этого форума была выдвинута нашими узбекистанскими друзьями в ООН в январе на специальном заседании Совета безопасности. И сегодня мы обсудили ход подготовки к этому очень важному и значимому мероприятию. Понятно, что Афганистан – это проблема, которая беспокоит и наши страны, и другие государства в регионе, да и не только в регионе, но и за его пределами. Мы озабочены тем, что в этой стране растает присутствие так называемого исламского государства, особенно в северных регионах Афганистана, которые непосредственно ограничат со странами СНГ. Там формируется сеть лагерей по подготовке боевиков, и среди них, к сожалению, есть и выходцы из наших стран. Мы также отметили, что необходимо продолжать мобилизовывать все имеющиеся форматы для продвижения афганского урегулирования, в том числе так называемый «московский» формат, и контактную группу Шанхайской организации сотрудничества, плюс Афганистан. И хотел бы также в заключении выразить наше удовлетворение тем, что мы подписали очередной документ, который будет стимулировать системный, плановый подход к взаимодействию между внешнеполитическими ведомствами, имею в виду программу сотрудничества между нашими МИДами на 2018-2019 годы. Итоги переговоров наверняка будут способствовать наращиванию самого многопланового сотрудничества между Россией и Узбекистаном, и я признателен Абдул-Базарис Хафизычу и всей его делегации за очень конструктивный разговор. Спасибо. Может, да? Сидите, да, пожалуйста. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, прежде всего хочу еще раз выразить слова искренней признательности Министерству иностранного дела Российской Федерации лично Сергею Викторовичу Лаврову за приглашение посетить Российскую Федерацию и оказанную нашей делегацией сердечные приемы гостеприимства. Мы рассматриваем настоящие визиты и его результаты как подтверждение общности долгосрочных интересов двух стран, обоюдного стремления к наполнению новым содержанием стратегического партнерства и союзничных отношений между Узбекистаном и Россией. В ходе только что завершившихся переговоров мы с Сергеем Викторовичем обменялись мнениями по актуальным вопросам двухстороннего политического сотрудничества, региональной безопасности и международной повестки дня. Мы имели возможность критически оценить текущее состояние наших отношений, а также наметить перспективные направления дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами. Хотел бы с удовлетворением отметить, что по большинству рассмотренных вопросов наши взгляды близки или полностью совпадают. Важное значение в ходе наших регулярных политических консультаций мы придаем обсуждению проблем региональной безопасности, в том числе поиску путей политического урегулирования афганского кризиса, что было сделано и на этот раз. По всем вопросам мы имеем общие подходы и совпадающие интересы и готовы продолжать течь на сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. 26 марта, как было здесь отмечено, мы планируем провести в Ташкенте международную конференцию по Афганистану. Она станет логическим дополнением инициатив московского формата, международной контактной группы, стамбульского процесса, контактной группы ШОС Афганистан и многих других групп, в рамках которых обсуждается проблема Афганистана. Мы благодарны российской стороне за поддержку данного мероприятия, озвученный вами, Сергей Викторович, в рамках дебата в Совете Безопасности ООН по Центральной Азии и Афганистана, состоявшихся в январе этого года, а также готовность принять участие в работе этого форума. Нами был отмечен конструктивный характер двустороннего взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества и СНГ, а также других авторитетных международных организаций. В ходе переговоров большое внимание уделялось вопросам дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Убежден, что проведение в этом году в Москве очередного 19-го заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству позволит сторонам тщательно рассмотреть актуальные вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами. Мы высказали общее мнение о том, что новым и важным направлением является расширение межрегионального сотрудничества, наше сотрудничество в сфере энергетики, в сфере в том числе атомной энергетики. Заметно активизировалось наше сотрудничество в военно-технической области. И хочу особо отметить динамичное развитие наших связей в сфере культурно-гуманитарной. И очень много было проведено конкретных мероприятий Дни Узбекистана в Российской Федерации. И организован целый ряд других мероприятий, выставок, концертов, театральных представителей, представлений в Узбекистане, что вызвало огромный интерес у общественности нашей страны. Подписана сегодня программа сотрудничества между Министерством иностранных дел предполагает взаимодействие по весьма широкому кругу вопросов. И я убежден, что реализация этого документа будет способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних связей и нашему сотрудничеству на международной арене, а также укреплению связей на всех направлениях и во всех измерениях нашего сотрудничества. Спасибо. Добрый день, меня зовут Курил Акин Антон. У меня два вопроса к Абдулазии Сахафизовичу. Первый вопрос. Какие проблемы планируется обсудить на конференции по Афганистану в Ташкенте весной и какие страны будут приглашены? И второй вопрос. Когда откроется консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге и других городах России? Спасибо. По первому вопросу мы начали его обсуждать с Сергеем Викторовичем еще в Нью-Йорке в ходе специального заседания Совета безопасности ООН, где была поддержана эта инициатива президента Узбекистана Шавкат Миромановича и продолжили сегодня также обмен мнениями по данному вопросу. Но я хочу сказать, что главный вопрос, который будет обсуждаться, – поиск путей политического урегулирования афганского конфликта. На сегодняшний день, вы знаете, здесь уже перечислялось, имеется очень много форматов, групп, различных композиций, в рамках которых обсуждается эта проблема. Несмотря на некоторые, так сказать, расхождения, тем не менее, в принципе, речь идет во всех этих форматах об одном и том же. То есть это поиск политического урегулирования, поскольку все понимают, что военного решения этой проблемы нет. Что касается цели, которые мы ставим перед конференцией в Ташкенте, то одна из главных задач заключается в том, чтобы, принимая во внимание ту сложную обстановку, которая складывается в Афганистане, отсутствие военного пути решения проблемы. Мы хотим, чтобы серьезный сигнал, серьезное послание было направлено в адрес, прежде всего, вооруженной оппозиции, в том плане, что есть консолидированная позиция как на региональном, так и на глобальном уровнях. Единая позиция, которая заключается в том, что настало время садиться за стол переговоров с центральным правительством и начинать диалог без каких-либо предварительных условий. А если у них есть у обеих сторон какие-то вопросы, то они вполне могут быть предметом обсуждения уже в ходе того диалога, который мы хотели бы, чтобы он начался. Но и при этом, значит, ключевая роль в определении всего этого процесса, в определении формата переговоров, в определении, так сказать, места времени остается за самим Афганистаном, за самими афганцами. Что касается тех сторон, которые получили приглашение, мы исходили из того, что есть реальность, есть реальные силы, которые уже вовлечены достаточно глубоко и от которых в значительной степени может зависеть ход дальнейшего развития событий. Поэтому мы и решили пригласить на глобальном уровне Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Соединённые Штаты. На региональном уровне прежде всего это Пакистан, Иран и Индия. Также получили приглашение Саудовская Аравия, Эмираты и Турция. Кроме того, среди международных организаций это ООН, Европейский Союз, а также ряд европейских государств, которые сами изъявили желание участвовать, это Великобритания, Германия, Франция и Италия. Безусловно, с учётом того, что мы находимся в одном регионе, полное участие будет принимать все государства Центральной Азии. И это совещание будет на уровне министров иностранных дел. Ну и здесь я хотел бы также для журналистов оговориться, что Узбекистан в данном случае не намерен играть роль проведения какого-то разового мероприятия или просто предоставить будущим какую-то площадку. Узбекистан намерен быть частью всего этого политического процесса, быть активной частью, поскольку у нас есть граница, это нас непосредственно касается, у нас тесные отношения с Афганистаном, и поэтому мы будем делать всё, что от нас зависит, чтобы внести свой посильный вклад в начало этого политического процесса. Но ещё раз хочу сказать, что у нас каких-то таких особых больших иллюзий нет в том, что после Ташкента сразу начнётся мирный процесс и всё будет урегулировано. Но, тем не менее, что-то надо делать, и когда-то этот процесс надо начинать. Спасибо. Что касается вашего вопроса относительно открытия наших генеральных консульств. Наши генеральные консульства в Санкт-Петербурге уже открыты. В 2017 году при содействии Министерства иностранных дел России был положительно проработан вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана ещё в четырёх федеральных округах России. Издано распоряжение правительства России об учреждении генеральных консульств Узбекистана во Владивостоке, в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. И этот процесс будет продолжен по мере того, как мы совместно с Россией сочтём, что необходимо где-то ещё открывать подобные центры. Спасибо. Пожалуйста, Раша Тудей. Здравствуйте. Абудябсами. Раша Тудей. Вопрос к Сигде Сергея Викторович. Запад обвиняет Россию за затягивание в достижении примера на Восточной Готи. И Госдеп США не устает повторять, что происходящее сейчас в этом пригороде Дамаска демонстрирует провал Астанский процесс и диктует необходимость вернуться к приговорам в Женеву. Как Вы рекомментируете это заявление? – Корень проблем, которые происходят сейчас в Восточной Готи и вокруг неё – это ключевые позиции, которые в этом пригороде Дамаска занимает террористическая организация Джабхата Нусра и группировки, которые с ней стали сотрудничать и координировать свои действия. Оттуда регулярно проводятся обстрелы Дамаска, включая центр Дамаска. Неоднократно эти обстрелы задевали российское посольство, на днях было обстреляно российское торговое представительство. Мы многократно ставили данные вопрос о эти безопасности и настаивали на том, что никаких исключений для террористов сделано быть не может. Да, они доставляют массу страданий мирным жителям, они отказываются их выпускать, они держат их там как живой щит для того, чтобы себя обезопасить, либо на худой конец обвинить сирийское правительство и тех, кто его поддерживает в нарушении международного гуманитарного права. Возникает масса вопросов к тому, как обставляется вот нынешняя такая компания, компания нападок на Дамаск, на тех, кто сотрудничает с Дамаском в борьбе с терроризмом, обвинения в нарушении, как я уже сказал, международного и тем, кто интересуется данной проблемой, была создана и продолжает поддерживать Соединёнными Штатами и Великобританией, которую не раз ловили за руку, уличали в постановке фейковых сюжетов, которые потом раскручивались для того, чтобы обострять ситуацию в контексте усилий по смене режима, так называемой, в столице Сирийской Арабской Республики. И, кстати, далеко не первый раз в истории сирийского конфликта, когда Джабхат Ан-Нусра, который, повторю еще раз, является главной проблемой в Восточной Гуте, когда Джабхат Ан-Нусра так или иначе оказывается по ту же сторону баррикад, вольно или невольно, что и критики и обвинители сирийского правительства. Ее не трогают, Джабхат Ан-Нусру, и по-прежнему у нас нет свидетельств, что возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция рассматривает Джабхат Ан-Нусру в качестве реальной цели для своих действий. Мы на это обращаем, конечно же, внимание наших американских коллег, но пока мы не видим, что эти замечания возымели какое-то действие. Насчет того, что и кто и где провалился, у меня нет сомнений, это очевидно, что астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии. А такие планы, хотя они и отрицаются американцами, но на деле уже реализуются, как мы говорили, на Восточном берегу Эфрат, огромные территории осваиваются американцами, которые там в очередной раз занялись геополитической инженерией, создают квази-государственные структуры. Об этом хорошо известно. И понятно, что астанинский процесс этим планом мешает, препятствует, и его хотят всячески очернить. В этом тоже ничего удивительного нет, потому что информационная война распространяется на все сферы международной жизни, и наши западные партнеры преуспели в том, чтобы давать волю своим эмоциям. Ну а в практическом воплощении эти эмоции сейчас вылились в дискуссии в Совете безопасности ООН, где пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней. При этом ответов на вопрос, а где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, и где гарантии, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска, гарантий таких нам не дают. Поэтому для того, чтобы эта резолюция была действенной, а мы готовы согласовать текст, который будет таковым, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной ГУТа и вне Восточной ГУТа. И гарантии, конечно, должны быть подкреплены гарантиями внешних игроков, теми, прежде всего, кто имеет воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска. Так что, если американцами и их союзниками движет нежелание опять нагнетать атмосферу и создавать дополнительные предлоги для продвижения своей идеи смены режима в Сирии, а если ими движет забота о гуманитарном положении в Восточной ГУТе, о мирных гражданах, о гражданском населении, то для того, чтобы договориться, есть все возможности. Но пока поправку, которой будет на них возлагать ответственность добиться от боевиков четких гарантий прекращения обстрелов, такую поправку они пока брать отказываются. И еще я обратил внимание, когда американцы стали разглагольствовать про провал астанинского процесса, они как бы на контрасте упомянули о том, что единственная зона деэскалации, которая эффективно работает в Сирии, является юго-западная зона деэскалации, которую, как они сказали, Соединенные Штаты создали с Орданией. Им даже, ну как-то, ниже собственного достоинства получается признать, что Россия сыграла решающую роль в создании южной зоны деэскалации, да, вместе с американскими и орданскими военными, но в этом контексте вообще не упомянуть Россию, ну знаете, такие манеры вызывают большие, большие вопросы. Но, тем не менее, мы видим, у кого какие подходы к сирийскому регулированию, нам нечего стесняться нашего астанинского процесса вместе с коллегами из Турции и Ирана. Мы продолжаем работать в Астане, сейчас готовим встречу на уровне министров иностранных дел и будем двигаться вперед, исходя из резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции 2254, которая требует, во-первых, уважения территориальной целостности и суверенитета и независимости Сирийской Арабской Республики, и, во-вторых, требует не мешать сирийцам договариваться между собой и не навязывать им никаких рецептов извне. Сами сирийцы должны решать судьбу своей страны. Вот ключ к тому, чтобы эта резолюция выполнялась. Ну и больше, наверное, я не буду ничего добавлять. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, на этом позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо за участие. Спасибо. 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 Спасибо.